Всем привет, друзья! Вы на канале eHome, и сегодня мы поговорим о цифровых фотоаппаратах. Ну а перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. В этом видео я расскажу о видах цифровых фотокамер и их характеристиках, а также остановлюсь на критериях выбора хорошего цифрового фотоаппарата. Существует 6 типов цифровых фотоаппаратов. Первый – компактный автоматический. Такая камера сама выбирает все необходимые настройки – экспозиция, светочувствительность, баланс белого и вспышка. Все, что нужно от фотографа, это нанести камеру на нужный объект и нажать кнопку спуска затвора. В таких моделях можно задать режим, например, микро, пейзаж или портрет. Автоматические фотокамеры позволяют сделать детализированные резкие фотографии только при хорошем освещении. У таких моделей обычно небольшой объем батареи и не очень качественная оптика. Но для непрофессиональных снимков круглой семьи или простых портретов для соцсетей вполне достаточно. Далее идет фотокамера с расширенными настройками. Подойдет людям, которые уже освоили основные настройки фотокамеры, умеют с ними работать. В таких моделях можно вручную задавать значение светочувствительности и выставлять ручной режим съемки. С этими камерами можно создавать детализированные снимки в условиях плохого освещения, но при условии, что у фотографа есть базовые навыки работы с режимами. В модели с расширенными настройками более качественные объективы. В некоторых фотокамерах есть видоискатели. Третий тип – суперзумы. Те же компактные цифровые камеры, но с более совершенным зумом. В таких моделях есть параметры, которые можно изменять вручную. Зум-объектив превосходит оптику двух предыдущих видов фотокамер в 2-3 раза. Если другие камеры максимально увеличивают объект в 20 раз, то суперзум в 40 или 60 раз. Также есть парасюмерские. Фотоаппарат для продвинутых любителей или профессиональных фотографов, которые не могут брать с собой на съемку много оборудования. Создают хорошие профессиональные фото. У таких моделей более мощная вспышка и большая матрица для снимков в хорошем разрешении. Качество оптики парасюмерских выше, чем у камер первых трех типов. Система настроек сложна для начинающих, потому что нужно понимать особенности всех параметров съемки. Пятый тип – зеркальные фотоаппараты. С этой профессиональной камерой фотограф сможет контролировать любые настройки. Большая матрица обеспечивает высокое качество снимков. Клавиши затвора срабатывают мгновенно, фотографии получаются четкими даже при съемке в движении. Зеркальные цифровые камеры продаются без объектива или с объективом. У модели фотоаппаратов без оптики в названии есть переставка Body. Такие камеры также называют телом или тушкой. В названии модели с объективом есть обозначение Kit. Такие фотоаппараты еще называют китовыми. Стандартный объектив в комплекте универсален, но с ним фотограф не сможет проявить все возможности фотоаппарата в полной мере. Для профессиональной съемки лучше купить дополнительный объектив. Зеркалки требуют от фотографа высокого уровня мастерства. Последний тип – это беззеркальная фотокамера со сменной оптикой. К качеством съемки такие фотоаппараты практически не отличаются от зеркалок. Основное отличие – это отсутствие зеркала. Вес камеры и размер корпуса уменьшен. Беззеркальные модели не подходят для фотографа, который снимает репортажи из-за сложности в работе с массивными объектами. Далее поговорим о критериях выбора цифровых фотоаппаратов. Первое – это разрешение матрицы. От разрешения матрицы зависит разрешение снимков. Чем больше мегапикселей на матрице, тем четче получается снимок. Популярные стандарты современных матриц – это 12, 16, 18, 20 и 22 мегапикселя. Чтобы подобрать оптимальное разрешение камеры, нужно учитывать объект съемки. Например, если фотоаппарат покупается для того, чтобы снимать ребенка дома, достаточно устройства с разрешением 13-16 мегапикселей. Цифровые фотокамеры с числом мегапикселей от 16 подойдут для панорамных снимков, когда в кадр попадает много мелких деталей, а расстояние до объекта съемки большое. Благодаря высокому разрешению на фото четко отобразятся лица людей, архитектурные элементы или надписи. Также стоит сказать о размере матрицы. При покупке фотоаппарата не стоит полагаться только на количество мегапикселей. Вместе с большим разрешением камера должна иметь и большой физический размер матрицы. От этого параметра зависит наличие шумов на изображении. Большое разрешение и большой физический размер матрицы позволяют сделать качественное фото. Если эти параметры не соответствуют друг другу, снимки получаются шумными. Следующим критерием является ISO, то есть светочувствительность. Чем выше этот параметр, тем четче на снимках получаются объекты, снятые в темноте. Например, для съемки днем в саду можно выставить минимальное значение ISO 100 единиц. Фото получится четким. Но если этот же кадр на тех же показателях светочувствительности попытаться снять в сумерках, изображение получится размытым и темным. Матрица не достает света. Можно включать вспышку и самый вид получится четким. Но задний план будет затемненным, станет непонятно где велась съемка в саду или просто в темной комнате. Еще одним критерием выбора фотоаппарата является серийная съемка. Иногда тяжело поймать кадр в самый нужный момент, например прыжок в воду или финиш спортсмена-спринтера. Для таких случаев существует серийная съемка. При нажатии кнопки PUSH фотокамера делает сразу несколько снимков, из которых можно будет выбрать нужный. Скорость серийной съемки измеряется количеством кадров, сделанных в секунду. Одним из важнейших критериев выбора цифрового фотоаппарата является съемка видео. Современные камеры записывают видео в форматах HD или Full HD, а более продвинутые модели в 4К. У недорогих компактных цифровых камер время записи обычно невелико, до 20 минут. Профессиональные камеры могут снимать видео продолжительностью до 30 минут. Определитесь, как часто вы будете снимать видеоролики и насколько высоким должно быть их разрешение. Запись 4К быстро съедает заряд аккумулятора и память. Поэтому в комплекте фотокамеры придется докупать дополнительный аккумулятор и флеш-карту. Немаловажным фактором также является время работы аккумулятора. Этот параметр обозначается количеством кадров, которые может делать фотоаппарат на одном заряде. У цифровых фотоаппаратов бывает либо проводной интерфейс, либо беспроводной. Если на фотокамере второй вариант, то Bluetooth и Wi-Fi позволяют перенести фотографии с фотоаппарата на другие устройства. С помощью Wi-Fi снимки передаются с камеры сразу в интернет или на принтер с Wi-Fi интерфейсом. Эта функция особенно удобна для фотографов, которые снимают репортажи или события из светской жизни знаменитостей. Сделанные снимки автоматически передаются на смартфон другого человека, например напарника фотографа. Если же на фотоаппарате проводной интерфейс, то через USB кабель фотоаппарат присоединяется к компьютеру, который распознаёт камеру как внешний жёсткий диск. Порт HDMI позволяет просмотреть фото и видео с цифровой камеры на других устройствах. Дополнительно в фотоаппарате могут быть входы для наушников, микрофона или пульта других устройств. Далее поговорим об отдельных моделях цифровых фотокамер. Я расскажу об особенностях каждого и кратко пройдусь по плюсам и минусам. Первым на очереди фотоаппаратом идёт Fujifilm X-A5 Kit. Компактная беззеркальная фотокамера со сменным объективом для любителей путешествий. Особенностью этой фотокамеры является сенсорный поворотный дисплей, который позволяет снимать с разных ракурсов и даже делать селфи. Из плюсов можно отметить съёмку в формате 4К, цену в 30 тысяч рублей, поворотный экран и компактность. Из минусов же можно выделить неудобный хват одной рукой и долгую фокусировку. Следующим фотоаппаратом, который мы рассмотрим, будет Canon EOS 200D Kit. Зеркальная фотокамера для начинающих блогеров. Её средняя стоимость равняется 40 тысячам рублей. В комплект к этому фотоаппарату входит универсальный китовый объектив. На задней панели фотоаппарата есть сенсорный поворотный дисплей. С его помощью удобно снимать селфи-фото и видео для блога. Плюсами этого устройства являются удобный поворотный дисплей, удобность в использовании для начинающих фотографов, небольшой вес и объектив в комплекте. Очевидными минусами являются пластиковый корпус и отсутствие защиты. Далее идёт Sony Cybershot DCS RX10, просюмер-фотокамера для съёмки торжественных мероприятий. Средняя цена около 50 тысяч рублей. У данной модели высокое качество видеосъёмки со звуком, близкое к профессиональному. Из плюсов можно выделить качество видеозаписи со звуком, компактность, скорость серийной съёмки и широкий диапазон светочувствительности. Недостатками же являются малый ресурс аккумулятора, а также отсутствие защиты корпуса. Следующим по очереди фотоаппаратом является Nikon Coolpix P1000 SuperZoom для съёмки удалённых объектов. Цена около 75 тысяч рублей. Благодаря 125-кратному приближению, данная модель позволяет снимать объекты, к которым фотограф не может подступиться, например, летящий самолёт или удалённые пейзажи. На задней панели фотокамеры есть ЖК-экран, который поворачивается на 180 градусов. Nikon Coolpix P1000 весит почти полтора килограмма, поэтому для удобного использования к фотоаппарату лучше купить штатив. Из плюсов 125-кратное приближение, съёмка видео в формате 4К, качество видеозаписи со звуком. Минус уже это вес, малый ресурс аккумулятора и также отсутствие защиты корпуса. Далее перейдём к Ricoh GR2, компактная фотокамера с расширенными настройками для съёмки пейзажей и архитектурных объектов. Фотокамера передаёт мельчайшие детали изображения. Модель подходит для съёмки пейзажей, уличных фото и макросъёмки. Благодаря компактным размерам Ricoh GR2 удобно носить в сумке или кармане верхней одежды. В движной объекте в выключенном состоянии выступает над корпусом всего на 2 мм. Данная модель отличается от бюджетных цифровых камер расширенными настройками. Можно настроить качество изображения, регулировать светочувствительность, фокусировку и баланс белого. Из минусов же можно выделить малый ресурс аккумулятора. Средняя цена данной модели 50 000 рублей. Последним рассматриваемым в данном видео фотоаппаратом будет Canon AXUS 190, бюджетная компактная цифровая фотокамера, средняя цена которой составляет 11 000 рублей. Из плюсов конечно же цена, качество снимков при дневном освещении, компактность и время записи видео. Минусами являются небольшое количество кадров в секунду, малый ресурс аккумулятор и отсутствие защиты корпуса. Ну а на этом всё, спасибо что посмотрели этот видеоролик, не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. До свидания.